В этом уроке мы с вами затронем сразу несколько моментов. Во-первых, это управление поддоминами. То есть мы будем создавать поддомин наподобие того, что у них здесь идет cp.timeweb.ru. Мы также для нашего домина создадим какой-нибудь поддомин. Как это делается? Чтобы это реализовать, нам нужно оплатить услуги, потому что изначально нам дают только один сайт. Пока мы не оплатили свой аккаунт, у нас в строке сайта идет только один сайт. У них здесь подразумевается слово сайт, это как бы директория на сервере. Если вы обратите внимание, у нас на сервере есть директория baxtercompany.ru. Если мы будем, например, создавать поддомин, какой-нибудь test.baxtercompany.ru, то нам нужно хранить файлы для этого поддомина уже в отдельной папке. Для этого нам нужно эту папку создать. Чтобы ее создать, нужно зайти в управление сайтами и добавить нового мультидомина, нового сайта. У них это вот так называется. У каждого хостинга свои причуды, но в принципе привыкнуть можно. Чтобы создать папку на сервере, для какого-то сайта нужно зайти в управление сайтами и щелкнуть по этой ссылке. Обратите внимание, здесь у меня остался один сайт. Кроме него здесь еще был такой пункт, как основной сайт. его я просто удалил, чтобы не путаться. Теперь идем дальше. Что касается оплаты услуг. Чтобы оплатить услуги, заходим в данный пункт. Здесь есть несколько вариантов. Я выберу Яндекс.Деньги и оплачу на месяц. Так, всплывающее окно, разблокируем. И плачу я через интернет-кошелек. Так, все, деньги ушли, и я возвращаюсь обратно к ним. Так, это можно даже закрыть уже и просто вернуться в панель управления. Так, деньги вот пока не зачислены. Они обычно зачисляются в течение нескольких минут. Так, поэтому немного подожду. А, ну вот все, уже буквально через 30 секунд они мне все зачислили. И теперь обратите внимание, сразу возможностей стало больше. То есть 5 сайтов можно, то есть 5 директорий на сервере создать. Баз данных уже сразу 5 стало и так далее. Итак, вернемся к поддоминам. То есть если я хочу, например, создать какой-то поддомин для своего сайта, то я его здесь ввожу, введу для примера Example. Так, и вот здесь обязательно выставите пункт «Новый сайт», чтобы у вас на сервере создалась вот такая директория. Нажимаю «Создать поддомин». Поддомин успешно создан. Здесь же можно создать и остальные поддомины, и удалить те поддомины, которые вы создавали раньше. Теперь, если я обновлю по FTP на серверу, вот она у меня сразу, эта папочка появилась, и туда, соответственно, в паблик HTML нужно складывать те файлы, которые будут загружаться по этому поддомину. Можно даже это уже проверить. Если я введу example.bugster.company.ru, вот у меня выводится по этому поддомину приветственное окошко. И сразу здесь же давайте разберем конструкторы сайтов и попробуем для примера в этот поддомин поставить сайт на системе Joomla. Для этого заходим в конструкторы сайтов. Здесь есть как и платные системы для создания сайтов, так и бесплатные. И кроме этого и форумы, и галереи, и так далее. Все это здесь можно быстро установить на свой сайт через менеджер. Итак, я поставлю Joomla, выбираю бесплатный CMS, щелкаю по Joomla, указываю, что я буду ставить ее вот в этот поддомин. Здесь также нужно указать, какую базу данных для нее использовать, или новую, или ту, которая у нас уже есть. Я поставлю ту, которая есть. И нажимаем «Приступить к установке». Так, все, у нас система установлена, и нам дают ссылку на вход в администраторскую зону и логин с паролем админа. Я записываю логин, пароль. Можно эту ссылку сразу открыть в новой вкладке и здесь закрыть. Теперь, если я посмотрю, что у меня сейчас на этом поддоме, то вижу, что у меня здесь сайт, сделанный на Joomla и заполненный тестовыми данными. И вот у меня админка данного сайта. Я могу в нее спокойно войти и уже управлять данным сайтом через панель управления. Вот по такому принципу вы можете установить и любые другие системы управления сайтом, форумы, галереи, блоги, все, что в вашей душе будет угодно. На этом я здесь заканчиваю и увидимся в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова